Как известно, работа полицейских и опасна, и трудна. Они не только ежедневно рискуют жизнью, но и постоянно испытывают психологическое напряжение. Работая с людьми, сталкиваются с проблемами, от которых порой очень сложно оставаться в стороне. Помочь не выгореть эмоционально и избежать профессиональной деформации полицейским решили священники Одинцовского благочиния. Мы вроде с вами взрослые все, уже много прошли и школу, и институт, и работу. А духовный вопрос, он всегда, когда человек сталкивается с ним, он как младенец перед этим вопросом. У него целая бездна неизвестного. И вот эта неизвестность, она как всегда, так сказать, пугает. Подобные встречи в Одинцовском районе проходят уже несколько лет. Однако в Кубинский отдел полиции священники приехали впервые. Свой визит они приурочили к прошедшему дню полиции. Хочется передать вам икону, что он вас защищал, помогал вам во всем. Всего вам самого доброго и лучшего. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы еще обговорим по этому поводу, поэтому всегда рады быть у вас в гостях. Отец Иоанн – настоятель действующего храма в Кубинке 60. Отец Георгий возглавит строящуюся церковь в Кубинке 1. Они считают, что самое главное – это личное общение с полицейскими, которым требуется духовная поддержка, чтобы найти силы для дальнейшей работы. И вот здесь важно, с одной стороны, защищая себя от внешних таких воздействий, научиться все-таки не полностью закрываться от человека, которому мы призваны помочь, но дать ему какую-то вот эту помощь. А чтобы что-то дать, человеку должно быть внутри то, что ему дать. И вот поэтому внутренняя какая-то жизнь, вот эта вот опора, в том числе и духовная опора, она, конечно, каждому человеку важна. Работают тоже люди, у которых такие же проблемы в семье, на работе могут быть и так далее. Нагрузка психологическая высокая. Опять же, не всегда мои сотрудники видят только хорошее. Очень много негатива происходит вокруг. Психика у всех разная, поэтому, знаете, душу тоже надо немножко подлечить. Возможность задать вопрос священнику и получить совет на рабочем месте, по словам полицейских, это очень удобно. У многих просто нет времени ходить в церковь. Такой формат общения будет продолжаться, поскольку на сегодняшний день в нем существует потребность. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok